Добрый день! Сегодня инбоксинг. Пришел клубик, которого я очень долго ждал. The Haze 7M. 7х7 магнитный от Yuxina. Сразу откроем. Коробочка красивая. К сожалению, без магнитиков. Сама коробка создана для того, чтобы побить рекорд. Вполне возможно. Открываем. Пленочку я уже снял. Здесь прилипли магнитики. Такие вот они. Магниты. И еще какие-то шайбочки есть. Видимо под болты. Помимо этого, есть микроинструкция. По которой вы точно научитесь собирать 7х7. И карточки. Не, не карточка. Короче, вот QR-коды какие-то. Кевин Хейс нарисован. И спасибо, что купили Haze 7M. Да не за что. Мы только рады. Yuxin. А, ну, можно перейти на Facebook. И еще куда-то. Вот такая комплектация. Ничего здесь больше нет. Коробочка красивая. Более интересен сам куб. Коробочку еще не сразу закроешь. Здесь какая-то скошная. Все перекошенная. Со всех сторон неравномерная. Дизайнеры старались. Отложим. Кубик. Сам кубик. Из кубических головоломок у меня единственное не было магнитной 7. То есть, с 2 на 2 по 6 на 6. Все есть. А вот 7 не было. И вот я ее долго ждал. Кстати, вот из всех головоломок, если посмотреть в отца дисциплины, у меня остается только сквайр не магнитный. А все остальное уже магнитное. Ну, подождем. Либо сам замагничу. Я особо этого не собираю. Либо кто-то выпустит. Семерочка. Сразу давайте размер. Поскольку это тут имеет значение. Размер по моему штангенциркулю примерно 68 миллиметров. Показывает. Сравним его с остальными 5-ю семерками, которые у меня есть. Это у нас MF7. MF7S, если быть точнее. AOFU, WUZI, YUXIN и SHENGSHO. Ну, SHENGSHO так просто для компании здесь стоит. Он уже подустарел. В принципе, как и MF7, это бюджетка. На нее тоже особо смотреть не будем. А вот эти вот три топовых семерочки имеют интерес. Ну и, наверное, по большей части нужно сравнить цветовую гамму с предыдущим YUXIN. Сразу по размеру видим, что новый YUXIN, вот этот HACE, поменьше будет. Уменьшенный размер – это вполне нормальная тенденция такая. Сравним с WUZI и даже меньше, чем WUZI, все равно на 1-2 мм. В чем особенность предыдущего YUXIN? То, что внутри был primary plastic, и из-за этого его, по-моему, вообще даже нельзя было магнитить. Ну, короче, с этим были какие-то трудности. Моя основная семерка предыдущая была WUZI, единственная стикерная из больших кубов. Долго я собирал на AUFU. То есть все вот эти три куба, они достойны даже на сегодняшний день. И посмотрим, переплюнет ли их HACE. Как вы поняли, кубик я уже вскрыл, и первое движение я уже делал. И сразу ощущение небывалой легкости поворота грани. А вот именно как 7х7. Особенно вот средние слои. Если мы присмотримся, вот здесь вот такие вот здоровые рельсы внутри. Стрение такое, ну, гораздо меньше, чем в остальных семерках. Рельсы не с каждой стороны. С одной стороны есть, с другой нет. Но они существуют. Если мы возьмем WUZI. Тут он, конечно, замечательный. Но трение чувствуется гораздо сильнее. Тут еще гладенькое такое. На предыдущем YUSINI за счет праймери-пластика. Скольжение такое быстрое. Но трение все равно чувствуется. Ну, AUFU. Хороший куб, но дорогой. Первое впечатление – это небывалая легкость вращений. Я его сразу буду перемешивать. Не знаю, буду ли я полностью собирать его на этом видео. Но, ну, повращать его хочется. Из минусов, что сразу скажу, по звуку, если прислушаться, видно, что некоторые магнитики закреплены не очень хорошо. На вращении это никак не сказывается. Вот такой кликающий звук кое-где присутствует. Подобная проблема была на АОШе ГТС. Я потом разбиралась и увидел, что магнитик стоит на месте, но слегка люфтит. Туда-сюда двигается. Я его подклеил, и звук пропал. Ну, если мне будет сильно это надоедать, на АОШе было гораздо сильнее, то я поищу элементы, в которых магнитики стоят некрепко, и, соответственно, их подклеил. Ну, могли бы постараться получше. Это во время сборки никак не сказывается. У Юксина новый логотипчик. До этого был такой вот кубик. Ну, это уже как бы новая марка. Хейс. Не знаю, будут ли они выпускать Хейс другие размеры. 6х6, 5х5. Ну, если и выпустят. Будет, наверное, неплохо. Всегда хорошо, когда есть выбор. Выбор есть. Это замечательно. Что по вращению? Скажем так, революционного, кроме магнитов, здесь, в принципе, тоже ничего нет. Но я собирал сборок 10, и среднее время мое лучшее, чем было на Вудзе. Почему так? Ну, потому что он быстрее вращается. То, что магнитики доставляют, скажем, больше контроля. Это приятнее. Я привык к магнитным кубам. И как бы немагнитную версию, он выпускается в немагнитной версии, я даже и не рассматривал для приобретения. Уверен, что без магнитов это будет тоже неплохой или даже замечательный куб. Ну, с магнитами, это, конечно, отлично. Месяц назад еще на чемпионате в Белгороде, сидя в зоне скрамблинга, мне попадался вот этот кубик в руки. Как-то он в России уже появился у кого-то. Я его покрутил, он мне сразу понравился. На тот момент я его еще не заказал, в продаже его не было в открытый. И он мне сразу напомнил шестерку Shadow. А шестерка Shadow, по моему мнению, это лучшая шестерка. А уж и GTS, конечно, конкурирует, но Shadow мне нравится больше. И здесь вот что-то подобное. Если Shadow вам нравится, то понравится и Yuxin. Ну, Heys. Так что плохого вообще не могу сказать ничего. Ну, кроме вот этих магнитиков. Это уж такая болезнь, я на это уже не обижаюсь. Хотел было погоревать на вашу GTS, но там просто из коробки само кручение было крайне-крайне тяжелое. Я был не во 100 дожге от него. Здесь же из коробки хоть слегка суховатое вращение, но вполне себе приличное и уже конкурирующее с текущими топовыми моделями. Ну, а сейчас больше всего любят как раз его ZZ и Yuxin. А уфу как-то уже не так популярно, хотя он ничем особо не хуже. Ну, кроме цены. Цена уже, конечно, для него не очень адекватная. Ее почему-то не снижают. Я не знаю, выпускает ли компания моя сейчас еще ауфу, но кубик сам по себе неплохой. Вот изредка я их перемешиваю, все семерки собираю. Ничего плохого нет. Ну, если брать MF7, то тут да, сразу чувствуется некая бюджетность. Хотя тоже кубик неплохой. Почему нет? Ну, шинг-шоу, как видите, я давно не перемешивал. Тут еще сердечки намешаны больше года назад. Хотя, шинг-шоу, на нем ставили рекорды мировые, Влад Шавельский. Ну, тоже достойный куб, но, конечно, уже устарел. А мы сегодня разговариваем про современные. И самый современный куб – это Haze M. 7 на 7. Честно, не помню, но, по-моему, его нет в цветном пластике. А, нет, есть. В черном цвете он, кажется, тоже есть. Картинку приложу, если не забуду. То есть, ну, для любителей можно, конечно, взять и со стикерами. Но, по мне, большие кубы со стикерами уже не очень хорошо брать. Поскольку, все-таки, они стираются. Если, конечно, собирать не часто, то вполне. На удивление, в Удзе, вот на нем, ну, не одна сотня сборок. Все на месте. Все наклейки хороши. Мафанка все-таки умеет делать. Ну, поскольку все у меня кубы колорные уже, ну, как бы, опять же, стикеры могут быть и хорошие, но до определенного времени. Сомневаюсь, что очень быстро переплюнуть по качеству вот эту семерку. Если переплюнуть, я буду рад. Как всегда, и куплю что-то новое. Кстати, жду семерку от Shadow. Не Shadow, а от X-Men. Если сделают семерку от X-Men, буду прям вообще рад. Куплю тут же. Если она в стиле Shadow так же будет, почему бы и нет. Вот я уже собрал тут потихоньку центры. Одно удовольствие. Просто замечательно все собирается. Просто крутишь и радуешься. И хочется крутить еще. И почему бы не крутить? Первая магнитная семерка. До этого только кустарные какие-то версии были. Я не очень быстро собираю кубик 7х7. Стремлюсь к 5 минутам. Пока по среднему времени этот барьер не преодолен. Но, я думаю, с этим кубиком такое будет не так уж и не скоро. Очень он уж мне пришелся по душе. И сейчас даже есть вот такая халявная ситуация. Мы ее делать не будем. А попробуем паритет. Как он тут паритет? Замечательно идет. То есть ничего не локапит. Самый опасный алгоритм, который может быть на семерке. Это такой вот двойной паритет. Попробуем еще раз. Все замечательно. Все просто хорошо. Собираем 3х3. Барку ребра я, скорее всего, промотаю. Там ничего интересного не было. Чуть не ошибся. На любом этапе здесь все хорошо. Магниты чувствуются, но они не чрезмерно сильные. Как по мне, вот в АОЖ-КТС слишком сильные магниты. Здесь они есть. Можно было даже вот чуть посильнее сделать. Чувствуется вот так вот слабенько. Но неприятно добавляет контроля. Луцзы, Юксин, старый, они всем хороши, но привычка к магнитным кубам дает о себе знать. И вот этого контроля не хватает. Немножко расползается. А здесь можно даже вот вращать М-слой вполне спокойно. А здесь, конечно, тоже. Но иногда вот один слой отвалится. Как-нибудь вот так вот расползется что-нибудь. Ну, это для любителей покрутить на бих-кубах логаритмы через М. Я иногда это делаю. Резка углов. Можно, конечно, проверить. Вот если брать вот так вот половину элемента, даже больше половины, срезает, даже не замечает. Если брать целый элемент, не срезает. Поменьше. Чуть больше половины элемента срезает. Ну, это углы тут менее 10 градусов. Вот даже вот почти весь уголок до сюда довести срезает. Если несколько слоев, ну, такой уже не режет. Это все-таки 7 на 7. Если немного, ну, срезает. Как бы, вот, если попробовать его золокапить, ну, что-то вот такое вот изображается. Не хочу я сильно обижать кубик. Но, вот, 40-20 я на нем уже сделал. Какой-то критичной ситуации не было. Замечательный куб. Хейс. М. 7 на 7. Крайне рекомендую. Да, цветовые схемы не сравнили. Цветовая схема чуть поярче. Здесь красный. Желтый такой же. Оранжевый такой же. Белый такой же. Зеленый, как мне кажется, чуть понасыщеннее. Но это возможно из-за того, что под этим, это не окрашенный пластик. Он такой оттенок дает. А здесь цветной. Внутри. Единственное, что вот у глаза бросается, вот где есть рельсы. А с другой стороны, где рельс нет, вот такие вот пупырышки. Где-нибудь тут посильнее найду. Вот на желтом цвете пупырышки вот такие вот. Ну, это, видимо, как отливали детальки. Если их пальцем потрогать, то гладенькие. Ну, чисто визуально. Такая точка. Как бы на скорость не влияет. И хорошо. Замечательный куб. Рекомендую. Это не реклама. Это личное, объективное мнение. На самом деле, очень субъективное, но личное мнение. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.